Приветствую вас, друзья! Третью генерацию японского кроссовера представили осенью 2013 года, а на российский рынок он приехал только в начале 2015, когда с конвейера Ниссановского завода под Санкт-Петербургом сошли первые X-Trail российской сборки. Автомобиль продавался с бензиновыми моторами объемом 2,0, 144 лошадиные силы и 2,5 литра, 171 сила, а также с 1,6 литровым турбодизелем мощностью 130 лошадок. Механическая шестиступенчатая коробка передач предлагалась только для дизеля, а вариатор X-Tronic ставился на версии с бензиновыми моторами. Автомобиль можно купить как с полным, так и передним приводом. В 2017 году случился рестайлинг, в результате которого не только обновились внешность и интерьер X-Trail, но появились также новые опции и ноу-хау, например, открываемая пинком ноги дверь багажника, органайзер в подполе грузового отсека и возможность выбора запаски, либо полноразмерного колеса, либо докатки, подогрев заднего дивана, адаптивные световые фары и прочее оборудование. Усилена шумоизоляция моторного щита, передних крыльев и порогов, добавлены звукопоглощающие материалы под панелью приборов и в районе пола багажника. В порогах появились дополнительные вставки, а на панелях пола – виброгасители. К тому же все без исключения комплектации снабдили акустическим лобовым стеклом, которое прежде ставили только на дизельных версиях. Бензиновые моторы в сочетании с бесступенчатой трансмиссии были перекалиброваны, а в случае с двухлитровым мотором вариатор получил еще и новый гидротрансформатор. Есть изменения в настройках рулевого управления тормозной системы. В общем, модернизация для X-Trail прошла целым фронтом. Однако все эти новшества никоим образом не сказались к настолькости кузова коррозии. К самому же корпусному железу претензий нет, а вот лакокрасочное покрытие не может похвастать прочностью и достаточной толщиной. Поэтому сколы и царапины уже через пару лет украшают переднюю часть кроссовера. Однако в поврежденных местах ржавчина появится еще не скоро, а дорожных реагентов достается и хромированным элементам, которые нередко мутнеют уже после первой российской зимы. Потерявшие свое лицо детали, дилеры обычно обновляли по гарантии бесплатно, хотя нет никакой уверенности в том, что через год они снова не потемнеют. Поэтому остается прибегать к бронированию кузова и оптики специальной защитной пленкой. На бамперы ее тоже наносят, правда, кроме сколов и облизания краски у переднего бампера была другая беда. Со временем он провисает из-за хлипких крепежных пистонов, образуя с крыльями приличную щель. Впрочем, японцы обещали исправить этот дефект, будем надеяться, что на пострестайлинговых машинах он не всплывет. А пока до сих пор поступают жалобы на закрывающиеся с большим усилием двери. Дилеры смазывали их замки густой смазкой, которая также не помешает поводкам передних и задних дворников. В салоне могут досаждать сверчки, колонии которых с возрастом только увеличиваются. Вообще в кроссовере немало источников, откуда доносятся посторонние звуки и шумы. Например, при повороте баранки в холодную погоду скрипит резинка рулевого кардана, лечится периодической смазкой или заменой бракованной детали на ее модернизированный вариант. Среди электрических проблем можно выделить некорректно работающий климат-контроль. В морозы невозможно отрегулировать оптимальную температуру в салоне. Дилеры обычно меняли блок управления узла, хотя больше всего проблем доставляла CIN-шина. Из-за плохого контакта в ее разъемах сам по себе включается и выключается климат и хандрит система бесключевого доступа. К моменту выхода обновленного X-Trail эта проблема уже решена. Оба бензиновых мотора близки по конструкции и не отличаются абсолютно здоровой наследственностью. Японцы модернизировали эти агрегаты, но некоторые симптомы, свойственные предшественникам, все же встречаются. Например, на больших пробегах ближе к 200 тысячам километров начнет подтекать масло через сальники, прокладки и уплотнения, могут залечь поршневые кольца. Примерно к этому же пробегу растягивается цепь газораспределительного механизма. К слову, на предшественниках она вытягивалась уже к сотне тысяч километров пробега. Первый из симптома неисправности – плохой запуск мотора на холодную и потеря мощности. Важно вовремя распознать неисправность, ведь увеличившаяся в размерах цепь ГРМ перескочит на пару зубьев, а фазы газораспределения смещаются, и тогда поршни могут встретиться с клапанами. И дорогостоящий ремонт вам обеспечен. Впрочем, пока владельцы поддержанных Nissan X-Trail с проблемами моторов не сталкивались. Зато у двухлитровых четверок были глюки по электрической части. Дело в том, что если при дистанционном запуске машины вы случайно заглушите двигатель, например, ненароком нажмёте кнопку на брелоке сигнализации или откроете дверь работающего кроссовера, то при повторном запуске мотор не заведётся. Только доставка на эвакуаторе к дилеру. Эта проблема с повторным запуском была массовой у первых машин. На сегодняшний день вопрос уже решён. В общем и целом, бензиновые четвёрки не дадут повода для расстройства, хотя в группе риска у них муфты фазовозвращателя по 17,5 тысяч рублей, клапаны отвода картерных газов, датчиков холостого хода 2,5 тысячи и массового расхода воздуха 6900. На этом фоне турбодизель выглядит гораздо выигрышнее. Он считается практически беспроблемным, хотя случаются неприятности с сажевым фильтром. Если прожечь его самостоятельно не получается, обычно меняют на новую деталь. Хотя даже после этого фильтр может не выполнять свои функции. Дилеры связывают этот дефект с нашим не самым лучшим по качеству топливом. Хотя, скорее всего, в этом виноват московский трафик, когда автомобиль двигается часами в постоянных пробках, проезжая в день 50-80 километров. В таком режиме нагрузка на фильтр колоссальная, а прожигать его, то есть прохватить с повышенными до 2500 оборотов по незагруженной трассе порядка часа-двух, у владельцев обычно не бывает возможности. В российских условиях также быстро выходят из строя свечи накаливания. Их, как правило, обновляют каждые 70-100 тысяч километров, заодно с блоком накаливания и аккумулятором, которые к этому времени начинают плохо держать зарядку. При этом надо уделить внимание и генератору. Все бы хорошо, но в 2020 году официальная продажа дизельных модификаций X-Trail прекращена. Искренне жаль, очень хороший был автомобиль, да еще и на ручке. Шестиступенчатая механическая коробка надежна и долговечна. Правда, при движении задним ходом нередко вылетает задняя передача. Коробку по гарантии ремонтировали бесплатно. А вот вторым владельцам лучше не заморачиваться и при сдаче назад надо лишь придерживать рычаг МКП рукой. Кстати, к 200-300 тысячам километров кулиса рычага может разболтаться, и тогда нужно установить ремкомплект за 4000 рублей. Если сервисмены предложат обновление в коробке масла каждые 60 тысяч километров, не отказывайтесь, хуже не будет, даже если она считается необслуживаемой. В полноприводной трансмиссии надо периодически проверять состояние подвесного подшипника, крестовины кардана и раздаточной коробки с электромагнитной муфтой, а также пыльников-шрусов и приводов. И где положено менять масло. На третьем поколении X-Trail стоит модернизированный вариатор X-Tronic, который, как утверждают японцы, гораздо долговечнее предшественника. Судя по отзывам владельцев и сервисменов, так оно и есть. Пока никаких серьезных поломок у этой трансмиссии не случалось. При условии регулярной замены масла каждые 40 тысяч километров он способен пробежать до 250 тысяч километров без капитального ремонта. Правда, за это время придется менять отнюдь недешевый толкающий ремень. Что касается подвески, то на X-Trail она изначально отличалась короткими ходами и излишней жесткостью. Поэтому особого комфорта от нее на проселке или грунтовке ждать не приходится. При этом ходовая отличалась скрипучестью из-за амортизаторов, которые при проезде неровности издавали неприятный звук из-за выскакивающих из своих посадочных мест от бойников стоек. Сейчас эта проблема решена. С 2018 года японцы начали ставить доработанные амортизаторы, которые работают бесшумно. Даже с учетом музыкального сопровождения они гарантированно выдержат сотню тысяч километров. Шаровые опоры и саленблоки, опорные ступичные подшипники служат почти столько же. В остальном же проблем с подвеской, кроме замены расходников, не бывает. Поэтому никаких противопоказаний при покупке Nissan X-Trail из вторых рук нет. В группе риска у этого кроссовера только вариатор, да и тот уже стал гораздо долговечнее и практически лишен проблем. Если все же смущает бесступенчатая трансмиссия, выбирайте модификации с механической коробкой, которая сочетается и с дизелем, и с двухлитровым бензиновым мотором.